Приветствую вас! С вами снова Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о очень хорошо подготовленной к зимнему времени года коляске. Она называется Concorde Wanderer. Что из себя представляет коляска Concorde Wanderer? Прогулочная ее часть, она предназначена для детей с полугода до трех лет. И максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг. Но также у вас есть возможность докупить полноценную люльку для младенца. И устанавливать ее на адаптеры, которые уже встроены в шасси. Докупать их отдельно не нужно. Поэтому вы ее тем самым обращаете как коляску 2 в 1. И также вы еще можете докомплектовать ее автолюлькой. Она называется Concorde Wanderer. И соответственно у вас получится уже комплектация 3 в 1. Это достаточно выгодно получается, если вы не покупаете еще дополнительно никаких адаптеров. Ну собственно перейдем к обзору самой коляски. В первую очередь хочу отметить ее очень массивную и удобную по хвату прорезиненную ручку. Которая имеет очень большой диапазон настроек. Настраивается она очень простым движением. Здесь с каждой стороны есть по одной кнопке. Одновременно нужно нажимать и поднимаем так как нам нужно. В принципе под любой рост можно все это спокойно настроить. Что касается капюшона. Капюшон здесь он в принципе достаточно большой. Он далеко не маленький. Материал достаточно плотный. Он не продуваемый, не промокаемый. Поэтому даже если будет дождь ребенок сразу не промокнет. В летнее же время года, если будете эксплуатировать коляску, здесь под замочком есть потайное такое, так скажем, место с москитной сеточкой. Благодаря чему вы организовываете дополнительный приток свежего воздуха для ребенка. Открываем обратно. Регулируется капюшон простыми движениями. Как нам нужно. Нажимаем и ставим соответственно все обратно. Что касается безопасности ребенка. В коляске установлены ремни с мягкими накладками на плечи ребенка. Система крепления в принципе стандартная. Ничего в ней особенного, необычного точнее говоря нет. Ребенок крепится плотно и хорошо. Также в комплектацию с коляской входит, я заранее вытащил бампер. Он достаточно плотный. В которой внутрь спрятана дополнительная вот такого рода накидочка на ножки. В плохую погоду это очень будет актуально. Ставим обратно. Сейчас я покажу как это выглядит на деле. Вот. Здесь резиночки. Так это все одевается. И собственно ребенок, все его ножки полностью хорошо закрыты. И если вам не нужна эта накидочка, все очень просто и легко вот так вот скручивается. И убирается внутрь, застегивая все это обычным замочком. Все это очень просто. Так. Что касается непосредственно самого ложа. Регулировка спинки происходит тоже простым движением. Здесь установлена система ремней. Белая ручечка отвечает за то, что вы тянете и опускаете вниз. А черная вы поднимаете и натягиваете черный ремень. И все. Здесь, чтобы не путались, специально сделано два ремня. Регулируется. Вот максимально сидячее положение. Выглядит вот так. Максимально лежачее. Выглядит вот так. Это в принципе полностью горизонтальное положение. А чтобы выровнять это еще, здесь установлена подножка, которая регулируется также с помощью двух кнопочек. С каждой из сторон здесь есть кнопка. Нажимаем. В принципе даже можно не нажимать. Просто поднимаем. И выравниваем ее полностью горизонтально. Чтобы опустить, уже нужно обязательно нажать кнопочки. Все. Ткань сама достаточно плотная, износостойкая на всем прогулочном блоке. И непродуваемая. Боковые вот эти стенки, они полностью непродуваемы. Поэтому здесь ребенок очень хорошо и плотно закрыт. Ветер не будет никак ему досаждать ребенку. Что еще интересного есть в этом прогулочном блоке? В этом блоке есть очень интересная система. Реверсивная установка самого прогулочного блока. С помощью вот этих двух кнопочек, слева и справа, они одинаковые, одновременно нажимаем, отстегиваем, переворачиваем и ставим лицом к маме. По-моему, это очень полезная функция. Родители реально ее оценят. И ребенку, маленькому особенно, обязательно нужно смотреть на свою маму. Переворачиваем обратно. Все это очень просто и легко. Так, что касается шасси этой коляски. Шасси здесь выполнено из металла. Очень, в принципе, хорошо все сделано. Без особых там зазоров, никаких скрипов. Нет ничего. Колеса на коляске, они из прорезильного материала. Поэтому вы их... Они не надувные, вы их не проколите. Они очень износостойкие. Передние колеса выполнены из того же материала. И они имеют систему поворотную. Если, например, попали на какое-то легкое бездорожье, то, в принципе, можно нелегкое. Блокируем колеса. Вот таким образом. Все. Теперь вы преодолеете любую неровность. Без проблем абсолютно. Тем более у этого шасси очень крутая, на мой взгляд, система амортизации колес. Смотрите, как это происходит. Это большая редкость. Чтобы даже передние колеса имели такой большой ход. Видите? Очень плавный ход у коляски. Реально очень плавный. Что касается багажного отсека, на мой взгляд, он здесь достаточно большой. и килограмм пять выдержит без проблем. Что касается складывания этого шасси. Сейчас я вам покажу. На коляске есть дополнительные две кнопки. Вот они. Я думаю, вам сейчас видно хорошо. Нажимаем мы их одновременно и тянем на себя. Услышаем характерный щелчок и опускаем. Складываем так. И здесь есть ручка специальная, за которую мы тянем. И вся конструкция у нас... Сейчас колеса заблокированы. Всякая легкая конструкция превращается в такую компактную конструкцию. Если вы, например, снимете прогулочный блок, то все получится гораздо компактнее. Ставится обратно все таким же простым движением. Все. Эту штучку отжимаем под ножку обратно. Все. Вот таким образом она складывается и раскладывается. И в комплектацию с коляской Concorde Wanderer входит дождевик оригинальный, который хорошо и плотно сядет на коляску. И такая необычная комплектация, я еще нигде не видел, это матерчатая ткань, которая, когда вы положите ребенка, например, полностью в горизонтальное положение, все равно будет попадать в боковое солнце. С помощью этой накидки вы накрываете полностью капюшон сверху и закрываете от солнца ребенка. Кстати, вес всей этой конструкции с прогулочным блоком, кому это важно, 13,5 килограмм. Еще хочу сказать сразу про систему тормоза в этой коляске, она здесь классическая, отжимаем, ну, нажимаем, точнее говоря, рычажок вниз, блокируется, отжимаем, обратно разблокируется. Ну, что мне, вот мне эта система на самом деле не очень нравится, потому что обратной стороны обуви приходится отжимать тормоз, но здесь производитель очень грамотную фишку сделал, вот эта вся педалька, она резиновая, не металл, не пластмасса, поэтому, в принципе, особо обувь вы портить не будете. ну, это все, что я хотел рассказать вам про эту коляску, и давайте теперь подведем итоги. Как я вам вначале сказал, эта коляска очень хорошо подготовлена для зимы, и производители ее позиционируют, как такая внедорожная колясочка. Я считаю это правда, потому что у нее хороший клиренс, очень хорошие большие колеса, очень плавный ход по плохой поверхности, ребенок не будет у вас там трястись, ему будет, в принципе, достаточно комфортно. Сама ткань всего прогулочного блока, она очень плотная, непродуваемая, есть дополнительная накидка, закрывающая ножки ребенка, поэтому, как эта коляска сбережет ребенка зимой, не каждая коляска может, в принципе, этим похвастаться, поэтому, в принципе, выбор, как всегда, он за вами, но посоветовал бы доехать до магазина и сравнить ее все-таки с другими колясками, вот, и уже сделать, как говорится, свой выбор. Ну, а я что хотел вам рассказал, и в заключение хочу поблагодарить магазин Первая коляска, который любезно предоставил для нашего обзора эту коляску. Ну, собственно, это был Александр, подписывайтесь на мой канал и удачи вам!